Прошу внимания и тишины. Предпоследнее заседание областной думы в этом году. На повестке дня бюджет на 2016. Казна региона впервые за несколько лет будет без дефицита. То есть расходы не превысят доходы. Помощь пришла из федерального центра. Мы получили на поддержку порядка отраслей, в том числе сельского хозяйства, 165 миллионов. И плюс порядка 650 миллионов мы получили в виде дотации. Это даст нас возможность банковские кредиты просто от них избавиться за счет федеральных кредитов. Зарплаты, выплаты, пособия безработным, надбавки к пенсиям. На эти нужды денег не пожалели. Самая большая статья расходов – социальные обязательства. Затянуть пояса придется в сфере ЖКХ. К примеру, средства на продолжение программы переселения из аварийного жилья планируют изыскивать только в процессе исполнения бюджета. Несмотря, казалось бы, на то, что, по выражению некоторых депутатов, что жирка уже никакого нет в расходах министерств и ведомств, тем не менее, этот вопрос остается на повестке – оптимизация расходов. Кстати, сэкономить решили и на журналистах. 20 миллионов рублей, заложенных в бюджете на освещение деятельности органов власти, губернатор предложил потратить на выплаты по социальной ипотеке. Кто за то, чтобы принять поправки предложенных губернатором области, прошу голосовать. Проект бюджета на 44-м заседании областной думы рассмотрели сразу и в первом, и во втором чтениях. Усталые, но довольные депутаты возвращались домой. Бюджет на 2016 год принят. Теперь дело за малым – исполнять. Ксения Беркалова, Игорь Шишилин, новости Телеобъектив.